И продукты нефтепродукта являются наиболее значимыми товарами в мировой экономике. Транспортировки нефти в нефтепродукты за пределом таможенной территории позволяют государству получать значительные раскупления в бюджет, которые существенно влияют на развитие экономики и промышленного функциала России. С этим выбранная тема является в настоящее время особо актуальной. Целы работы. Рассмотреть и выявить особенности декларирования энергоносителей нефти и нефтепродуктов, поставляемых на экзот, а также разработать рекомендации по их заменению. В соответствии с целью данной АНПТР можно выделить задачу. Изучить понятие нефти и нефтепродуктов, провести теоретический анализ нефтепродуктов, предоставить классификацию, определить распространенные способы транспортировки нефтепродуктов, затронуть вопрос деятельности центральной энергетической таможенной, и выделить особенности декларирования в отношении перемещаемых нефти и нефтепродуктов, в том числе и трубопроводным транспортом, сделать необходимые выводы и разработать предложения по совершенствованию таможенных операций. Нефть, представляющая собой природную маслянистую горячую жидкость и нефтепродукты, занимает ведущие методы для нашей страны и для всего мира в целом. Прежде чем из нефти будут получены нефтепродукты разной степени сложности, она проходит сложный технологический процесс переработки. Рынок нефтепродуктов насчитывает большим количеством наименований, превалирующая часть принадлежит моторному топливу, то есть автомобильному, агентинному и десенному топливу. На сегодняшний день нефтяная продукция является, пожалуй, самым востребованным продуктом, который наиболее часто подлежит экспортировке как внутри страны, так и за рубежом. Именно поэтому в настоящее время в перевозке нефтепродуктов обитается большое внимание. Для их транспортировки существует несколько из самых разных вариантов, такие как трубопроводный, железнодорожный, водный и автомобильный. Значительный уровень перемещения энергоносителей, включающих нефтепродуктов, посложенных на органы Федеральной таможенной службы и Центральной энергетической таможенной. Министерство энергетики является Федеральным органом расположенной власти, осуществляющим функцию реализации. Центральная энергетическая таможня является специализированным таможенным органом, осуществляющим таможенное оборудование, таможенный контроль, заявленные средства. Участникам внешнеэкономической деятельности необходимо понимать, что при совершении таможенных операций в отношении отдельных категорий добавок, таких как нефтепродукты, перемещаемые через таможенную территорию, существует особенность. Основные из них – это необходимость оформления специализированных таможенных органов и применение особенных порядков декларирования, использование временных и полных таможенных аквараций, определение таможенной сложности по державым котировкам, и использование специфического вида транспорта, другим правовым. Взаимодействие декларации с инспектором происходит по следующей схеме. Декларантку дается декларацию, инспектор осуществляет поможенные контроли и оформления. Также декларант получает документы вместе о наливании их нефтепродуктов через промежуточный таможенный орган, орган погрузки или перевалки. Хотелось бы отмечить, что свои особенности имеются при помещении СОО и нефтепродуктов, распортированных его проводным транспортом. Во-первых, при подаче таможенной декларации не требуется фактического предъявления товара. Во-вторых, применение к таким товарам таможенной идентификации. Во-вторых, при таможенном декларировании нефтепродуктов определяется перечень технологически обосновленных мест, которые установлены приборным учетом, фиксирующие их перемещение. Таможенное оформление и контроль товара осуществляют специализированные таможенными органами. Центральная энергетическая таможня совершает таможенные операции, в том числе связанные с диванами на таможенном возрешении. Еще одной особенностью является декларирование товара с применением времени к таможенному декларации, когда заявление сведений не пропускается, исходя из намерения в возле любви за ориентировочного количества товаров. После того, как становится известно всеми необходимые сведения, подается полная таможенная декларация. Основной статьей товарных поставок из России является экспорт нефти и нефтепродуктов. Наша страна выступает крупным экспортером, контролируя значительное количество, но не работают в новом рынке. Экспорт нефти и нефтепродуктов в будущем будет неуклонно расширяться, выходить на новые рынки сбытой и в связи с развитием мировой экономики. Одновременно увеличивается использование продуктов, соответственно, это ведет к росту экспорта. К примеру, экспорт нефтепродуктов из России в 2013 году увеличился на 9% в сравнении с 2012 годом. Российские нефтепродукты реализуются главным образом на европейском рынке. В настоящее время основная программа экспорта нефти и нефтепродуктов является сенсианских и хайкианских днём и 5% перспективным рынком. Одновременно можно будет значительно расширить декцию в Корее, на Филиппинах, Таиландх, Вьетнадх, а также организовать поставки в интернете. В третьей главе выпускной инфляционной работы у нас осуществлены расчеты гранической модели при транспортировке и организации нефтепродуктов на Запад, трудопроводных видов транспорта, рассчитаны на таможенные платежи, магазные таможенные, кошельные таможенные сборы, стоимость транспортировки, то и определена прибыль организации при продаже нефтепродуктов на Энсбор. После того, как решены все поставленные задачи и раскрытые особенности совершения таможенных операций, на основе проделанной работы были предложены рекомендации по их совершенствам. Основными рекомендациями просматриваемыми нами области являются обеспечение полноты и своевременности уклада таможенных платежей, выявление сокрытой науковой базы и недостоверенной информации при расчете участников таможенных платежей, совершенствование таможенного законодательства, внедрение и развитие перспективных таможенных технологий, таможенная декларирована в электронной форме посредством сети интернет, усиление контроля в области удаленного выписка, улучшение защищенности канала связи, сокращение сроков выпуска, согласование и утверждение графиков поставок товара. Данная рекомендация позволяет усовершенствовать обеспечение всех мероприятий, проводивых таможенными органами, и оптимизировать их применение в области совершения таможенных операций в отношении нефти и нефтепродуктов. И все зависло. А, да. В заключение я хочу сказать, что нефть и продукты ее переработки по-прежнему будут одним из важнейших энергетических и экономических ресурсов Российской Федерации средств на влиянии на ситуацию регионов мира, представляющих для нашей страны особый интерес. Нефтяной экспресс рассматривается и будет рассматриваться как один из основных источников получения средств для развития экономики нашей страны, что предполагает активную борьбу России за этот сегмент международного рынка. Как перемотать переработки? У тебя, во-первых, есть отпечатки? Такие, во-первых, есть первые смыслы? Так, изучим понятия. Первое. Понятие нефти, нефти продуктов, провести анализ видов, уточнить классификацию. Вы уточнили классификацию имеющуюся официальную? Ну, вот это, самое интересное. Подразумевается, ты улучшила классификацию или просто привела, как она есть? Уточнять классификацию, конечно. Почему уточнить классификацию? Первое. Изучить понятие нефти, нефтепродукта, провести анализ видео. Ну, ребята, первое, мне кажется, убрать нужно. А что понятие нефти, нефтепродукта, ну, в принципе... Ну, нет, есть там слайд «Горючая жидкость». Не, ну пусть, но... Уточните квалификацию. Значит, вы совершаете квалификацию официальной месяц.